Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Музыкант сегодня в студии Комсомольской правды Я с удовольствием представляю вам те коллективы, с которыми данный музыкант имел отношение Ну, начнем, конечно, с Орг и Компании, Хармс Лайф, Александр Ветров Даже было Народное ополчение, был коллектив коллеги Летов, Горкуша, Коловский, Иванова Ну, по-моему, эти коллективы можно перечислять до бесконечности Но главный коллектив, это, конечно, Аукцион Я с удовольствием вам представляю тубиста, тромбониста группы Аукцион У нас в гостях Михаил Коловский Миш, добрый вечер Добрый вечер Я очень рад видеть тебя в студии И с удовольствием мы начнем рассказ о тебе, о человеке, владеющем, ну, такими музыкальными инструментами Туба! Ого! Где ты родился? В Ленинграде В городе Герои В центре города? Ну, насколько я знаю, в Снегиревке Снегиревка, мой родной роддом На самом деле, Миш, да, нет, на самом деле, Миш, очень многие музыканты, приходящие сюда, в эту студию В деревне в центре города, именно в нашей с тобой Снегиревке На угол Маяковского и Невского проспекта Жил там же где-то, в центре? Нет, жил, как и положено, рокеру в Купчино Как красиво прозвучало, как и положено, настоящему рокеру Учился в школе? Да, как у всех, да Хорошо учился? Ну, нормально Любимые предметы? Менялись, ну, что-то, все-таки, наверное, гуманитарное Ближе к гуманитарным, технические науки не очень Ну, да, некоторые вот такие вот предметы, как химия, мне казалось, что она будет очень интересная То есть это что-то такое, будет шипеть, менять цвет и все Но вот просто вот сидеть в тетрадке, писать формулы, как-то оказалось совершенно неинтересно Неинтересно Спорт? Увлекался спортом? Нет, нет, нет Ни футбол, ни хоккей, ничего, ни бег, ничего? Нет, нет А чем же увлекался маленький Миша? Ну, так, маленьким творчеством А каким, например, маленьким творчеством? В школе? В школе? Нет, ну, в школе я не увлекался творчеством Я увлекался творчеством на досуге Ну, то есть я сначала там на фортепиано там начал заниматься Потом немножечко позанимался на галанчейле, потом еще туда-сюда. И когда я уже перешел в девятый класс, я подумал, что надо бы на чем-то поиграть. Там уже и служба может нагрянуть. А на скрипке в таком возрасте уже, естественно, не учится. Поэтому пошел я тромбон искать. А на тромбон меня не взяли. Они взяли меня на тубу, показали вот в углу, сказали, вот там вот стоит, да, вот с такими губами, вот иди вот на ней будешь играть. Завернули в тряпочку, там такой чехол был простенький, и отправили меня с ней домой. В девятом классе, ну ты такой же все-таки взрослый был человек, туба тяжелый инструмент. Да, килограмм 10, да. 10 килограмм. Да. На все репетиции инструмент обязательно с собой. Ну, вот тут как-то пытаешься вывернуться, где-то берешь, где-то оставляешь, вот как-то так, да. А потом, не, ну, когда пока молодой, то можно и побегать, да. Вот. Ну, стараешься как-то, да, оставить там где-нибудь там. Миш, а музыка появилась, когда первый раз услышал что-то такое, что зацепило сердечко? Ой, ну я не знаю, у меня музыка всю жизнь. Дело в том, что у меня... Об этом чуть позже, о родителях чуть позже. Да даже, не, ну, просто первое слово, контрапункт, я еще буквер не выговаривал, понимаешь, да, потому что три теоретика в семье с Ленинградской консерватории, то есть я четвертый. Вот тип, да. Поэтому говорить о том, что когда она появилась, ну, как-то... Она была всегда. Ну, да. Ну, теперь, конечно, о родителях. Чем занимается папа, чем занимается мама? Ну, папа, к сожалению, уже убер, вот, ну, вот он единственный не музыкант, как бы он, по инженерной части, вот, а вот остальные все, мама, бабушка, дедушка, все... Мама, папа, мама, дедушка и бабушка. Да, дедушка, да, да, по профессору стал в консерватории, там, вот. Профессор в консерватории по классу? Ну, вот теория музыки, хоровое дирижирование, там, он в основном сейчас, как бы, известен по своим хоровым обработкам, то есть русских народных и, как бы, советских песен. Ничего себе! А мама? Мама преподавала в последнее время в Мусоргском, до этого в Римкоре, в Институте культуры, там, ну, как... Ну, классика. То есть, судя по всему, у тебя не было другого пути, не было другого выбора. Ну, как-то, да, как... По окончанию 10-го класса... Как я ни крутился, ни верстился. Ты направился по окончанию 10-го класса поступать куда? В училище имени Мусоргского. Ну, дело в том, что, как бы, ну, у нас, собственно, было два училища, да? Мусоргского и Римкорг. Вот, ну, поскольку там вот педагог по Тубе считался самой главной Мусоргского, Галузин Валентин Владимирович, вот, который преподавал в консерватории, я у него учился, да, в дальнейшем, поэтому я пошел в Мусоргского, собственно. И закончил? И закончил. А во время учебы в Мусоргском училище имени Мусоргского были какие-то попытки играть с кем-то? Или только чистая учеба? Ну, там немножечко, это самое, пробовал в традиционном джазе свои навыки применить. Ну, то, что у нас называют Дикселендом. Да, Дикселенд. Да, вот. Ну, и где-то ближе к окончанию там стали вот, это самое, всякие экспериментальные проекты появляться. Вот, ну и пошло-поехало там уже. А вообще, скажи, вот, Миш, тебя приглашали обычно в какие-то коллективы? Или ты сам приходил и говорил, слушай, у меня есть инструмент туба, у вас такого нет, я буду с вами играть? Нет, обычно так получалось, что все-таки приглашали, как правило, да. То есть они точно знали, какой музыкальный инструмент, с каким звуком они приглашают, и точно знали, что ты именно будешь там в нужном месте? Нет, ну, если это не урлеанский стиль, то это понятно, что там нужна туба, да. То есть там не нужны две тубы, нужна одна туба, но туба-то. Вот, ну, а вот экспериментальные проекты, то там уже, мне кажется, в основном зависит от личности человека, да. То есть, ну, нет же такого, да, классического экспериментального состава. Классического экспериментального? Это как-то звучит, что... Даже быть не может. Активически экспериментальный. Хорошо. И что мы предложим услышать нашим первым радиослушателям? Первое произведение, которое ты предлагаешь нашему вниманию. Ну, вот у него в методичке стоит, что это будет коллектив Орг и Ко. С песней запрещено. Там будет клип еще, да? Да. Вот. Ну, давайте посмотрим. Такая очень настраивающая музыка. И послушаем заодно. Слушаем. КОНЕЦ Запрещено искать рассвет. Проснешься через десять лет. Запрещено искать закат. Очнешься десять лет назад. Не пей весной туман ночной. Вернешься карликом домой. Не трогай тень луча луны. Увидишь бабушкины сны. Кто думал днем про свет звезды, забыл и вкус, и цвет воды. Кто шел дорогу в никуда, тот стал прозрачным, как вода. Нельзя искать мечту дождя, что в радуге сидят. Пойдешь вдоль радуги зимой, придешь домой, а дом пустой. И не ищи южный след. Увидишь то, чего и нет. Нельзя искать. Запрещено. За окном опять темно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Играющий вместе с Александром Ветровым, пробовавший свои силы в народном ополчении, Иванова. Все это я говорю о музыканте группы Аукцион Михаиле Коловском. Миш, продолжим наши воспоминания. Да, но только ты меня не конфузь, потому что Иванова это вообще женский коллектив. И Иванова, да. Я как сессионный музыкант, в смысле, на записи. Да, да, и совершенно верно. Именно это я и хотел сказать, но, может быть, не совсем получилось. Сессионный музыкант. Миш, что такое сессионный музыкант для наших радиослушателей? Ну, это музыкант, которого приглашают для конкретных целей, скажем, для записи, для какого-нибудь концерта, может быть, юбилейного или какого-нибудь особенного. Для записи одного произведения или целого альбома, как пойдет. Ну, это как пойдет, два, двух, сколько надо. Но это не участник коллектива. Это не участник коллектива. Это человек, который был приглашен специально на запись. Ну, он может стать, в принципе, теоретически, потому что вот меня в аукцион сначала пригласили записать песню «Могатырь» на «Жильце вершин». Вот, а потом как-то пригласили немножечко даже и дальше поиграть. А скажи мне, как это получилось? Вот как тебя пригласили в аукцион? Позвонили, на улице встретили. Дело в том, что это по протекции Николая Ильича Рубанова. Просто мы с ним уже тогда занимались вот той самой академически-экспериментальной музыкой. Вот. И он у меня просто предложил на запись «Могатыря» там такое безумное соло сыграть на Тубе. Песня «Могатырь». Ты согласился? Или ты сказал, ну, не знаю, надо подумать. Да, мне нужно на раздумье. Ну, шутка, конечно. Но должен сказать, что когда я пришел в студию, и вот, ну, как бы, аукцион в моем представлении всегда, ну, это рок-группа, да, Ленинградский рок-клуб. Вот. А там песня была, это «Кузнечик в кузов, пузо», вот такая нежнейшая, вот эта сама, звукопись. Я уже стал сомневаться, туда ли я вообще пришел. Но потом появился горкуша в коже, да, и вроде туда все-таки. Да, действительно, это даже не миф, честно говоря, прийти на студию к рок-группе и услышать подобное. Ну, ты помнишь эту песню, да? Как же помнишь, естественно. И я ее тоже ассоциирую, действительно, если бы я первый раз пришел. Ну, в общем, ощущение было такое. А появление Олега Гаркуши, как бы, все сразу поставило на все места. Все-таки туда, да. А Леня? Нет, ну, Леня... Леня, он же все-таки должен был определенно внести какую-то нотку такую в талкционы. Ну, он всегда вносил. Ну, просто, на самом деле, я с рок-тусовкой-то вот, как бы, так полуплотно не был, как бы, то есть, вот таким вот завсегдатаем всех мероприятий. А ты вообще знал о том, что в Ленинграде рок-клуб, что он, там, такой мощное заведение? Ну, нет, ну, знал знать-то я, конечно, знал, да. Там, ходил на какие-то концерты, там, вот. Ну, это, как бы, не то, что я, как бы, да, действительно был полностью погружен, это... Меня как-то занимал тогда, вот, академический, может быть, авангард, может быть, джаз какой-то там больше, вот. Вообще, на самом деле, удивительно, что ты свои стопа направил, все-таки, в группу аукциона, а не остался, действительно, либо в классической музыке, либо в каких-то джазовых импровизациях, и... Ну, думаешь... Нет, ну, в импровизациях-то я как раз остался, потому что, ну, ты понимаешь, что аукцион назвать классической рок-группой в коже, да? Невозможно. Невозможно, да. Для нас, по-моему, там и написали, там, за границей, там, что, типа, world music, там, или что-то такое. Мировая музыка. Да, а в Германии, там, они сочиняли такое, ну, как немцы любят, там, из порядка десяти эпитетов, там, да, вот, там, рок, панк, авангард, фри, рашин, все, да. Все вместе. Есть этот элемент, пишем, да, ну, с немецкой, да, с полезностью. Было очень много заграничных гастролей. Вот сначала много, да, вот, они до меня начали кататься, там, Франция, потом Германия, потом появился свой автобус, да, и вот подряд, вот, первая моя гастроль, полтора месяца, там, Москва, и пошло-поехало, там, Германия, Амстердам. На автобусе ездил? Да, конечно, да. Расскажи нашим радиослушателям, что такое, вот, музыканты в своем собственном автобусе, который двигается по Германии, выступает в различных площадках, аппаратура с собой была? Нет, ну, не вся, но возили басовую колонку возили, барабаны возили, это из самого тяжелого, стойки барабанные тоже тяжелые, да, вот, приходилось, Борюсику, там, помогать, там, с этими вещами, вот так, ну, ну, конечно, порталы не возили, там, да. Принимали вас? Ну, вот, хорошо принимали, да, вообще, вот, как бы, поскольку у нас в основном Германия была, немцы, они, как бы, ко всей музыке, то есть, вот, если, если есть драйв, да, то им хорошо, да, то есть, у них нет какой-то, вот, как бы, настроенности на то, что, вот, я сейчас должен услышать, там, вот, такое-то, а это не совсем то, поэтому, если, если все нормально, то они пьют пиво и радуются. Как, Миша, ты хорошо сказал, если есть драйв, значит, музыку слушают и музыку воспринимают, это, как бы, самое главное. Отчего он появляется, вот, в музыкальном коллективе? Отчего появляется то, что потом именуют драйвом или вот таким вот мощным звуком, звучанием? Ну, наверное, это одна из загадок, все-таки, которые вот так, в двух словах не ответишь, это для каждого, наверное... Миша, это репетиции? Это талант? Это соединение вместе? Или это просто от Бога? Ну, если, если говорить о коллективном, то, наверное, это то, чтобы, вот, правильные люди собрались в правильную группу, потому что, да, могут быть разные прекрасные музыканты, но вместе им, допустим, некомфортно, то есть, вместе они разные, там, вот, наверное, да, как-то вот это, вот коллектив, наверное, да. То есть, коллектив — это такая довольно важная структура, которая позволяет тебе играть ту музыку, которая нравится всем музыкантам, находящимся на сцене. Ну, наверное, да, вот как в спорте понятие команды, да, там, вот, то есть, как бы, по отдельности там могут быть звезды, но вместе, наверное... Но вместе это... Да, непонятно, да, вот. Я думаю, вот если про коллективный драйв, то так, а вот то, что у личного, там, музыканта, это, я думаю, он сам никто не скажет. Да, это... Отчего вас прет, да? Отскажите сами, что будем слушать сейчас вместе с нашими радиослушателями. А, теперь у меня в методичке написано «Протуберанса», такая композиция, где я практически соло играю, мне помогал Леша Харламов, он как-то занимается звукозаписи, музыкант тоже. Вот случайно это было в городе Лос-Анджелес, мы там как-то решили собраться и записать мне что-то, вот, как бы, ну, чтобы можно было сольно показать кому-то, вот, ну, вот, есть такой-то убийство, да, вот, как бы, ну, порядка демозаписи, то есть, все это, как бы, то есть, прямо в тот момент, как бы, и сочинилось, и записалось. Он мне подыграл на клавишах, и там еще засамплированный барабанщик, все. Слушаем! 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 вот этот коллектив, необычные Орг и Ко. Расшифрую. Озерский, Рубанов, Коловский, Бичан. И Олег Шарф. Получилось, что у нас по фамилиям, а у Коли и Олега, чтобы было Ко, получилось по именам. По именам. Как вы собрались вместе? Дима у нас, как известно, Озерский, пишет тексты для аукциона. И кроме текстов для аукциона, он сочиняет еще и прозу, и стихи, и детские стихи, и много чего сочиняет. И вот есть такой переводчик немецкий, достаточно известный, как минимум, в своих кругах, Андреас Треттнер, который почему-то решил перевести именно стихи на немецкий и пригласить его в Германию, чтобы там параллельно почитать оригинал и немецкий перевод. Ух, какой необычный проект. Такая билингва. А Дима решил, что, наверное, будет не очень интересно, если он будет читать просто текст на непонятном, наверное, всем языке. Не все же русские-то знают, даже восточные. И позвал нас с Колей Рубановым, ему подыграть, чтобы как-то это немножечко разнообразить композицию. И мы вот таким составом прокатились по Германии, там еще там были у нас гастроли в Литве, в Москве, ну, в Петербурге. Вот. И в дальнейшем вот он уже вот разросся до Ко. То есть вот Коля Бичан появился и Олег Шарф. Я не совсем недавно вас слушал в «Гараж-сарай». Ну, на меня, конечно, произвело впечатление фантастическое. Ну, там был такой измененный состав, да, несколько, да, не классический. Да, там не было, к сожалению, Бичана, там был другой музыкант, а наш, если я не ошибаюсь, Дима. Но все равно общее впечатление, это было, конечно, супер. Вас можно назвать авангардным коллективом? Ну, авангард, мне кажется, настолько затасканное слово, что уже, как бы, можно его там на несколько десятилетий отложить. Отложить, хорошо. Потом можно в это. Хорошо. Тогда в каком стиле можно было бы представить Орк и Компани. Ну, вот, как раньше на радио говорили, литературно-музыкальная композиция. Я с ужасом думал, что ты назовешь мне это слово литературно-музыкальная композиция. Ничего плохого в ней нет. Ну, в принципе, да, действительно, ничего плохого, так сказать. Действительно, звучит немножко так, чуть-чуть не очень хорошо. Старомодно. Старомодно, да. Но мы же люди старой формации. Мы, да, мы помним еще то, чего многие даже не знают. А мы это, кстати, точно помним. Еще один необычный проект у тебя, Хармс, я его помню как Хармс Лайф. Да, но сейчас он, да, называется Хармс Док Ревайвел. Потому что он одно время как бы заглох, как бы немножечко потом, потом опять встрепенулся. Миш, а почему коллективы, как ты сказал, глохнут? Ну, то есть, немного уже переставят играть вместе. А что это происходит? Нет, ну, это скорее не творческие, просто как-то концертов не было там одно время. Ну, у кого занятость, потому что дело в том, что там же, кроме музыкантов, там же еще у нас четыре актера, как бы, так что, как бы, это все, все достаточно громудская конструкция, и актеры, которые играют там и в БДТ, и в Ленсовет, и в комедиантов, то есть у них тоже занятость своя. Вот, поэтому немножечко иногда сложности, вот, но, в принципе, как бы, никто это сам крест не ставил. Ага, то есть проект, он просто в сонном состоянии, скажем так, находится в сонном состоянии, но при любой возможности он может тут же легко вспыхнуть. Ну, сейчас, сейчас, как бы, вроде, надеюсь, не в сонном. Да, но это вот коллективы, которые, в общем, не имели никогда никакого отношения к Ленинградскому рок-клубу, они уже... Ну, конечно, это уже 21 век, да. Да, это уже следующее поколение, которые играют уже свою музыку. Но, скажи мне, есть какая-то отсылка или хоть какой-то, ну, такой взгляд назад, что ли, на творчество музыкантов Ленинградского рок-клуба? Ну, я... Вот в тех коллективах ни я не имею в виду акцион. Я первый раз, вот как бы, так столкнулся с рок-клубом непосредственно, то есть у меня было единственное выступление, это на вечере памяти Майка Науменко. Вот, мы с Александром Донских начали дуэтом исполнять, у нас было несколько песен. Это было не случайно не в дворце культуры Горького? Нет, это как раз на Рубинштейна. А, на Рубинштейна. А, было такое. Это, мне кажется, 95-й год был. Да? Да-да-да-да, это был 95-й год. Вот, это был 95-й год, там была песня «Ах, любовь», «Я продолжаю забывать», что-то еще, по-моему. Вот, мы начали, то есть, ну, там такие пришли рокеры-рокеры, да, я в костюмчике с пультиком, прекрасный Саша. Донских. Да, донских, да. вот, вот, потом к нам присоединился барабанщик еще, да, ну, это все доиграли, вот, а тогда там была, ну, в общем-то, по-моему, вся рок-тусовка-то была, все дружно так собрались тогда, да, не то, что сейчас, как бы бывает, а вот посвящено, приходят там, ну, кто-то приходит, а так, а тогда все, все приходили, по-моему, да. Да, тогда для нас это было отдушено, тогда действительно встретиться со своими хорошими знакомыми, там, друзьями-музыкантами, да просто кого-то послушать, кого-то нового увидеть, действительно, это было так очень необычно, очень, как бы, здорово, и действительно интересно. Скажи мне, народное ополчение, Алекс Агалтелый, каким макаром вы соединились, и что вы играли? А вот песни народного ополчения играли, а я даже уже не помню, кто меня туда позвал, ну, как бы, вот, как бы, вот, время было веселое, веселое, ездили на выбор, фестиваль записывались. Нескромный вопрос, но должен тебе его задать. Скажи мне, как в рок-н-ролльной среде относятся к музыкантам, духовикам, которые играют на таких, на непривычных для рок-музыкантов инструментах, особенно туба, как? Ну, я какого-то такого, отдельного отношения, не знаю, ну, как антагонизм, не знаю, ну, как, духовики там, все по-разному, ну, смотрят на ступень, говорят, какая большая, блестящая, труба, 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 это туба, но ведь действительно, я почти уверен, что, ну, какая-то часть музыкантов не знает этого музыкального инструмента, тем более, у тубы там же есть еще, как и у скрипки, четвертушка, восьмушка, как делится туба? Не, ну, тубы вообще очень много конструкций, у меня, вот там есть бэйная туба, есть эфная туба, ну, и вообще, это семейство широкомензурных инструментов, которые, не, ну, почему тубы не знают? Ну, военный оркестр все видели, да? Наверное, все, вообще все. Да. Ну, и некоторые еще даже симфонические визиты. Да. Так, что можно сказать, что совершенно экзотические. Да, военные оркестры, да, совершенно точные. Это уж... Это классика жанра просто, туба, это как раз барабан, и туба, это как раз те два музыкальных инструмента, которые задают основной, так сказать, ритм в момент прохождения колонны, или там двигающегося непосредственно оркестра. Что будем слушать сейчас? Так, а сейчас мы будем слушать дуэт Федоров-Коловский. Вот, это была такая спонтанная встреча на сцене в Сан-Франциско, потому что Федоров собирался играть с Волковым, но у Владимира возникли проблемы с документами, он не успевал как бы на концерт, а я был буквально там в Лос-Анджелесе. Недалеко. Да, недалеко, ну, а что-то на машину сел и доехал. И все? Ну, я ему, нет, ну, не все, я, естественно, связался с Леоней и спросил, ну, не хочешь там я тебе подыграю, там нескольких песен может быть. Ну, и в результате мы там весь концерт и отыграли. Супер. Слушаем. 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 Как долгий день, продлившийся в века, Мне португальский слог открылся на минуту. Стремился он в испанские бега, Чтоб на границе снов затеять смуту. Оллайн, 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 оллайн. О, музыка души моей молчит, Кричи, рви струны, рвись из пепла пенья, Для звуков нет иных искать причин, Кроме любви прекрасной нетерпенья. Оллайн, 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 оллайн. Оллайн, оллайн, оллайн. Оллайн, оллайн, оллайн. О, шелест слов далек твоих пути, Как тот единый тернистый тесен. Пусть успокоятся все тени нелюбви, Мне снится сон и он, как сон чудесен. Оллайн, 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 Мне снится сон и он, как сон чудесен. Оллайн, 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 оллайн. Оллайн, 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 о Субтитры создавал DimaTorzok Участник многих музыкальных коллективов Таких как Орг и Компани, Хармс Лайф, Александр Ветров, Народное ополчение Ну и главное, конечно, аукцион У нас в гостях музыкант Михаил Коловский Миша, заграничные туры, поездки по стране У нас с Олегом Гаркуши иногда возникают споры Скажи мне, как ты относишься к выступлению музыкантов на сцене? Это работа или это что-то другое? Ну это, конечно, больше, чем работа То есть, с одной стороны, конечно, но это какая-то работа Потому что ты должен приехать Есть обязательства, как минимум Но это, конечно, не просто работа А что значит не просто работа? Это творческая работа Творческая работа? Которая позволяет тебе что-то творить Что-то находить новое? Ну это же известное, в общем, банальное высказывание Что надо найти работу, которая тебе по душе Тогда можно что-то достичь К сожалению, это получается далеко не у всех Да, да Далеко не у всех Поэтому надо стремиться Да, стремиться надо и в творческой работе Тем более Возникают иногда моменты, когда ты встаешь перед стенкой И не понимаешь, куда двигаться дальше Ведь у тебя за плечами образование Кроме училища Мусоргского Консерватория Римского Корсака А Римкор у тебя есть? Нет, консерватория, она тоже А имени Римского Корсакова, да, извини Консерватория по классу Туба Туба, да То есть у тебя консерваторское образование Законченное Законченное, да Не то, что поступил и не закончил Это единственный музыкант в группе Аукцион Который владеет практически классическим образованием Нет, ну почему? Волков тоже Консерваторец А-а-а 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 То есть вас уже двое Прокрадываются А вы, как бы так сказать Тактичнее А вы держите легкую музыкальную мазу В коллективе Это пояснишь Ну, то есть вы не пользуетесь своими колоссальными знаниями музыки В создании музыки Аукциона? Ну, конечно, на какой-то степени пользуемся Но насчет колоссальных Все-таки это уже, как бы Консерватория уже была давно И, как бы, творчество Аукциона Все-таки Не в русле консерваторского образования Там сейчас, как бы, ну Гораздо шире это все То есть там Консерваторские знания там не требуются Ну, конечно, мне не мешает То, что я, как бы Умею там дыхание правильно брать И в нотах не путаюсь И правильная постановка пальцев На музыкальном инструменте Да, это, в принципе, какая разница? Правильно, неправильно? Главное, чтобы звучало хорошо Ну, да А ведь звучать может хорошо Такой при правильной постановке Пальцев, дыхания Часто бывает у всех своя Там, вот, даже у пианистов Там, Глен Гульт играл Это исключение? Да Это исключение из тех правил Которые, как бы, существуют? А из ленинградских рок-групп Что нравилось Из ленинградского рок-клуба? Ну, вот, просто У меня Как бы, вот, только Когда я вот Начинал знакомиться У меня был такой период Ознакомления Я слушал там Все, что, в принципе, Мог достать Но, я не знаю Может быть, Майк Науменко Мне больше импонировал Как-то по-человечески Как-то по-душевному Не знаю Да Майк, конечно Группа Зоопарк Удивительная команда Была И Я с тобой полностью согласен Ты их часто слушал? Ну, не могу сказать, что часто Тем более, как будто В живьем-то Майк, Майк, это и не застал К сожалению Ну, я понимаю, что только в аудио Да, аудио, да И вот И вот уже там на вечерах Какой-то память Это сильное впечатление От музыки зоопарка От ленинградского рок-клуба А остальные команды Которые были Ну, хоть Хоть что-то, так сказать Осталось в памяти Не, ну, конечно, осталось Но просто я вот по своей природе Я не фанат, как бы Я Вот когда слушаю музыку Я не готов там вот Принять абсолютно все То есть я вот все-таки Как-то вот Конструктивно подкажу Вот это мне, скажем, да Это мне по душе Там вот Там вот что-то То есть я не готов посвятить Свою жизнь там какой-то группе Там одной Потому что вот, например, там В раннем аквариуме Там играло огромное количество Там вообще там Разных музыкантов Да, да Там такая смесь была И симпаталистов И Курехин там тоже И вот это вот Прекрасное было Совмещение всего Ну, как бы Я не готов подписаться Там под любым Альбомом, например Это аквариумом В дальнейшем Сергей Курехин Творчество Сергея Курехина Ты видел когда-нибудь выступление? Да, да Воробьин и оратория Точно помню, да Как тебе, как профессиональному Как музыканту С академическим образованием Что? Творчество Курехина Ну Его музыкальное творчество Отдельно Его хэппининги Отдельное Ну, мне кажется Это неотделимо Мне кажется Этот человек Как бы Достаточно органичен Во всем Как бы И Музыкальная составляющая Там Хэппининг Не знаю В любом случае Он вдохновлял людей И вот этот фестиваль Скиф Который там Появился Вот когда-то Не надо было спрашивать Ты пойдешь до Скиф? Просто все Там и встречались Ленинградский дворец Молодежи Да Ну, началось это вообще В Нью-Йорке Там вот Мы там, кстати, были Первые, да Потом Это был Это было в Нью-Йорке Да Это, по-моему, 97-й, что ли, год был Да Да, наверное, конец 90-х годов Да Первый скиф По-моему, первый скиф Да Как он проходил Не помнишь Ну, как Съехались Там Не было, конечно, такого размаха Как в дворце молодежи Но там приехали Много-много известных музыкантов Да И вы выступали точно так же Там Да Ну, то есть Он там аукцион выступал И еще там Я помню Кажется, тогда был Джем Вашингтон-Скве Чорч, кажется Там Там много было И вапиров приезжал И Да Александр Александров Шишел Шишел Коперпоу там тоже был Я вот сейчас уже всех Ну, просто вот это все Все вот Ну, да Так это начиналось Так это создавалось В следующие субботы Мы с тобой продолжим Наши воспоминания Сегодня мы уже прощаемся С нашими радиослушателями Всего самого доброго До свидания До следующей субботы Пока